Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходность с реальными событиями является абсолютно случайным. Третью часть вы просили еще даже в апреле записать ролик с профессиональным футболистом из моего города. Так что обязательно ждите, подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики. И также давайте обсудим ваши комментарии под предыдущими роликами именно карьеры за игрока. Многие пишут, давай карьеру за защитника, кто-то пишет, давай карьеру за вратаря. Вы это напишите обязательно в комментариях и посмотрим, поддержите ли вы эту идею, потому что, ну я не знаю, как-то две карьеры за игрока одновременно делать, мне кажется, будет не очень-таки интересно. Так что вот. Дальше. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, потому что будем вместе с вами продвигать наши видеоролики. Алгоритмы ютуба требуют, чтобы ставили лайки, иначе продвижения никакого не будет и чтобы комментарии были длиннее, чем три слова. Так что надеюсь на вашу поддержку. Также обязательно напишите в комментариях под этим видеороликом, что нам делать дальше, потому что в этом мы уже закончим пятый сезон, и я планирую уходить. Пока что вам не буду говорить, чтобы не влиять на ваше мнение, куда бы я бы хотел уйти. Но один мой вариант тоже есть, так что будем тоже смотреть, вдруг нам сейчас тоже предложения будут поступать. Итак, начинаем мы сегодняшние выпуски. И у нас сразу же матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года. И у нас в группе немцы, финны и еще там кто-то были. Не помню сейчас честно. Но мы начинаем с матча Германия-Россия. Давайте посмотрим на состав сборной Германии. Наш состав тоже. Жирков до сих пор играет. Мне кажется, это уже, ну, Чистерей восстановленный, да? Да, ему уже 17 лет, поэтому вот на Бабкину здесь 19. Что можно еще здесь посмотреть? Не знаю, Кучаев, но это вроде еще тот. А Алексею Мироничку уже 30 лет. Так, Лунев 34. Марио Фернандо Шу 17. Баринов 29. Головин 29. Фульманов 26. Чалов 27. Ну и все, это прям молодежь такая пошла. Так что вот таким составом мы сегодня выходим на матч Германии-России. Квалификация к чемпионату мира. Поехали. Итак, наконец-то мы играем матч. Когда, ну, такое противостояние идет не на одном и том же стадионе в России. Потому что это всегда было, когда товарищескими играли. Теперь все. У нас квалификация. Сборная Германии принимает сегодня сборную России. Вот такая трудная нам попалась группа. Посмотрим. Все-таки мы же квалифицируемся среди европейских именно команд. Болельщики в Германии заряжены по полной. И на пустые практически и забивает это Чалов. Чалов, походу. 89-я минута. Чалов забивает с моей голевой. Отлично. Выходим вперед на выезде на самых последних минутах. А я еще и капитан сборной России. Мне капитанскую повязку дали. Только я не в курсе с какого момента. Но не суть. Минимальная победа сборной России на выезде над сборной Германии в квалификации к чемпионату мира. Забил Федор Чалов с голевой моей. Вообще шикарно. Итак, у меня оценка 7-0. У Чалова тоже. Но он игрок матча. Потому что все-таки гол забил. Мы вроде как в Финляндии и Украине. В группе у нас еще. Поэтому финны или Украина сыграли нечу с счетом 2-2. И мы пока что на первой строчке. Замечательно. Четвертая моя голевая передача уже за сборную России. Так. Сейчас у нас игра против сборной Финляндии. Мы сегодня в старте снова. Поэтому я... Очень интересно как мы отыграем. Состав на ваших экранах. Практически ничего не изменилось. Только вот Мари Фернандес появился на поле. Ну вот так вот выглядит сборная Финляндии. Городецкий. Камара. Пуки есть на скамейке запасных. Посмотрим как они сыграют. Россия-Финляндия формы. Не похоже. Поэтому все нормально будет. Поехали. Сборная России против сборной Финляндии. Квалификация. В зоне Европа. К чемпионату мира 2026 года. Ну да. Миранчук с капитанской повязкой. Мне скорее всего отдали ее в прошлом матче. Когда вот Миранчука заменили. И все. Заканчивается у нас матч. Немцев там без проблем. Можем минимально обыграть. А вот финнов к сожалению нет. Теряем очки. В матче против Финляндии. Вообще себе не показали. 5-5 у меня оценка за матч. Ну а немцы обыграли Украину. Со счетом 1-0. Но мы все равно должны быть данной первой строчке. У нас 4 очка. И мы лидеры. И так сейчас у нас Лига Чемпионов. Четверть финал. ПСЖ против Ювентуса. Напомню мы играли против ПСЖ в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне. На групповом этапе. И тогда по сумме я так понимаю двух встреч. Благодаря этому мы вышли. Из группы со второй строчки. ПСЖ при равенстве с нами очков. Заняли третью строчку. И попали в Лигу Европы. Они дошли до финала. И там проиграли уже Баварии. Баварию мы кстати дважды выиграли в этом сезоне. На групповой стадии. Вот такая вот расстановка. У них булька на ворота. 75-й. Поэтому мы постараемся что-нибудь навязать какую-нибудь борьбу. Надеюсь у нас получится. ПСЖ Ювентус. Поехали. Итак. ПСЖ против Ювентуса. Четверть финал Лиги Чемпионов. Интересно. Нас действительно ждет сейчас матч. Легкий нам соперник попался в 1-8. Это Генг. Но даже с Генгом мы вот какие-то проблемы да и испытали. Минимально всего лишь обыграв их на выезде. И со счетом 1-0 дома не забив ни одного мяча к сожалению. И неплохо. И пробьем. И это 1-0. Отлично. 14-ая минута. Мы забиваем в Лиге Чемпиона в четвертьфинале ворота ПСЖ. Причем ворота ПСЖ я забивал и в прошлом году на групповой стадии. Тогда матч закончился. Во Франции вроде мы играли 1-1. И тогда я гол свой забил. А в Италии мы уже отыграли с счетом 0-0. И поэтому при равенце очков. И мой гол как раз вот этот на выезде все и решил. Но снова я забиваю. И вот это выход 1-1. И это 2-0. С 40-ого минута мы забиваем дубль ворота ПСЖ. И скорее всего мы друзья с вами в полуфинале. Потому что уже 2 мяча на выезде забили. Даже Генку не получалось. Это вот здесь хорошо мы в центре отыгрались. И вот здесь вот в свободную зонку. И мы с левой ноги забиваем. Супер. И все. Заканчивается матч. Мы обыграем на выезде со счетом 2-0. Забивая дубль ПСЖ. Ну и это нам очень даже облегчит игру уже в Италии. Оценка у меня 7-5 за матч. Атлетика Мадрид дома обыграли Армению. Со счетом 1-0. Интер 2-0 обыграл Баварию. Но Мадридский Реал СМЮ. Не выявили победителя в первом матче. Со счетом 2-2 матч заканчивается. Для меня это уже 34-й гол в сезоне. 85-й в карьере. Итак, сейчас у нас игра против Беневенто. Они идут ниже где-то 10-й строчки. Надеюсь, у нас получится спокойно здесь сыграть против них. Роналду с капитанской повязкой. Посмотрим на иголкипера. 76-й неплохо. Но будем тоже стараться. Ювентус-Беневенто. Поехали. Ювентус против Беневенто. Альянс Стадиум. Важный матч. Потому что нам теперь каждый матч в чемпионате Италии нужно выигрывать. Для пущей уверенности. Не хочу наше вот это вот лидерство терять. Буквально в конце чемпионата. Мы даже прошли. И пробить бы. И мы забиваем. Все-таки мяч залетает. Вот это вот классно. 53-я минута. И это 1-0 в матче против Беневенто. Мы забиваем во втором тайме. Классно. От штанги прям мяч. Залетает. Вот здесь хорошо еще и пану успели как-то прокинуть. Мы хорошо подкрутили и забили. И все. Минимальная победа Ювентуса над Беневенто дома. Благодаря моему голу мы побеждаем. Оценка 7-5 у меня за матч. Так. Рома минимально обыграла Калери на выезде. Лацо Брешу. Наполь проиграли Интеру с счетом 1-0. Милан разгромил Спал 4-1. У нас 13 очков лидерства над второй строчкой. Замечательно. 35-й гол у меня за сезон. 86-й за карьеру. Шикарно. Итак, нам приходит сообщение. Мы сегодня, как обычно, в старте. У нас ответная игра против ПСЖ. Итак, теперь у них на воротах Серджио Рико. На 2 единицы рейтинга повышен рейтинг у воротаря у них. Но мы посмотрим. Итак, мы введем уже 2-0. Матч был действительно жарким. Ювентус ПСЖ. Алиан Стадиум. Ответная игра четверть финала Лиги Чемпионов. Поехали. И удары это голы. Отлично. Спокойная подачка от Артура вроде. И мы забиваем. И это уже 3-0. Теперь ПСЖ надо. Ну, в любом случае, было бы забивать 3 мяча сейчас. Если бы они забили, они бы вышли. Ну, просто для статистики мы забиваем. 3 мяча в ворота ПСЖ побывало за 2 матча от меня лично. 4 вообще в истории, потому что в прошлой еще Лиге Чемпионов я один мяч им забивал. Но пробить бы. И попадаем в штангу, а? Но все-таки забивает. Забивает это Жуа Педро. Да, Жуа Педро на 95-й минуте уже забил. Мне не получилось сейчас забить, к сожалению. Не знаю, кто станет сейчас игроком матча. Либо я, либо Жуа Педро. Но сейчас мы это тоже посмотрим. 2 удара в створ, 2 гола. Замечательно. 7-5 у меня оценка. Я стал игроком матча. Ювентус проходит дальше. Проходит дальше Атлетика Мадрид. Интер проходит дальше. И Манчестер Юнайтед. Вот это вот интересно. Причем против Атлетика Мадрида я только не играл. Вроде как. Против Интера мы, естественно, в чемпионате играли. Против Манчестера Юнайтеда мы играли, если я не ошибаюсь, в четвертьфинале в прошлом году. Вот такие дела. 36-й гол мой в сезоне. 87-й в карьере. Супер. И в Лиге Чемпиона мы встретимся против Интера. Вот это вот тоже интересно. То есть одна точно итальянская команда сыграет в финале. Но это тоже интересно. Такое противостояние сейчас. Посмотрите. Интер и Ювенту занимают первые две строчки в чемпионате. Поэтому, ну, будет классно. Сейчас у нас матчи Эмпали-Ювентус в чемпионате. Играем мы на выезде. Вратарь у них 70-го рейтинга. Ну что же, посмотрим. Поехали. Эмпали против Ювентуса. Матч чемпионата Италии. Мы вышли в полуфинал Лиги Чемпионов, где встретимся против Интера. Но, напоминаю, что в Лиге тоже нельзя нам терять очки. Хоть у нас и хороший задел. Но нужно уверенно побеждать, а не так. В надежде на то, что вторая строчка просто не будет набирать свои очки. Нет. Вторая строчка будет еще больше мотивирована. В плане победы в каждом матче. И забиваем мы все равно. Отлично. 1-0. 41-я минута. Мы забиваем ворота Эмпали. Минимальная победа. И что-то мы прям сильно так радуемся. Я не знаю, к чему это. Мы, скорее всего, выиграли чемпионат сейчас. Раз вот это вот победа. Сейчас мы тоже это узнаем. Но на выезде мой гол стал чемпионским, скорее всего. Но вот это может меня сейчас прям настроение поднять. Да, мы выиграли чемпионат Италии. В отрыв хорошем мы пошли, значит. И мой гол стал чемпионским. И кто это там? Банучи. Или Келлини. Ну, больше это на... Банучи, да. Это Банучи поднимает. Все. Мы впервые, друзья, стали с вами чемпионами страны, в которой мы вот играли. В чемпионате России мы за три сезона ни разу не выиграли. Два года нам потребовалось для того, чтобы взять трофей в топ-5 европейских лигах. Именно от чемпионата. Вот это замечательная новость. Кубок, к сожалению, Италии мы с вами в этом году не выиграем. Это единственный трофей остался, который мы могли выиграть. Но, к сожалению, нет. Вот такая статистика у нас за матч. 7-5 у меня оценка. Так что можно теперь немножечко халявить в чемпионате. Четыре тура, как вы понимаете, оставалось. Вот мы и выиграли. Так что все у нас замечательно. Рома обыграл Лацио 4-0. Что еще здесь интересно? Интер вот как раз сыграл в ничью со спалом. Поэтому, скорее всего, мы и стали чемпионами. Милан 3-1 обыграл Самбдорио. Наполе 2-0 обыграли, проиграли Сосуоло. Так что вот такие вот дела у нас в 14 очков отрыв. Да, победа в чемпионате. Замечательно. 37 голов за сезон. 88-й мой гол в карьере. Ну, замечательно. Теперь я буду, наверное, стараться получить золотую бутсу чемпионата Италии. Почему бы и нет? Сейчас мы это с вами тоже посмотрим. Так, мне это, ну, на самом деле очень интересно. Почему бы и нет? Сейчас посмотреть. Тут последний матч как раз. Давайте Лигу чемпионов глянем. Там, получается, Атлетиком Манчестер будет играть. И что там по голам? Я на второй строчке. На три гола меня опережает Киллиан Мбаппе, который до сих пор, кстати, ну вот он играет же. В Лиге чемпионов против Манчестера они будут играть. Поэтому это будет очень интересно. Спартака никакого мы не увидим с вами в нашем финале. Голевые передачи у нас Артур на 10-й строчке. Меня тут вообще, скорее всего, нет. Хотя нет, я на 28-й. Одну голевую все-таки я успел когда-то там отдать. Что насчет плей-оффа у нас Лиги Европы? Ницца, Челси, Андерлэх, Баруси, Мюнхен, Гладбах. Вот такие вот у нас пары. И по голам тоже здесь глянем быстренько. Абрахам пока что. И Абумиян, кстати. А в голевых Ковачич. Ну неплохо, интересно, интересно прям. Ну и бежим в чемпионат Италии. Мне интересно все-таки на данный момент посмотреть. Ой-ой-ой-ой, да я здесь прям могу сейчас бомбардиром стать. Четыре тура до конца. У меня лидерство в пять мячей. Я без проблем может быть еще один-два мяча могу за эти четыре тура забить. Поэтому мне кажется, я все-таки возьму этот трофей. По голевым передачам. Я тоже на первой строчке. Но, кстати, я бы на голевые. Сейчас так акцентировал внимание. Потому что Бенассер меня может обогнать. Я бы хотел прям реально стать и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом. Почему бы и нет. Но все это будет чуть попозже. Сейчас у нас игра в чемпионате против. Так, что это там нам написали? Наш клуб примет участие в матче мировое противостояние, дата проведения которого опубликована совсем недавно. В поединке величайшими игроками мира все участники получат ценный опыт. Вот это я, кстати, впервые вижу. Потому что я впервые, наверное, чемпионом стал. Что это за матч? Ювентус против World Selection. А World Selection, вы посмотрите, 39-39-39. Что это такое вообще? Я не знаю, но это плюс еще один к нам матч, к сожалению. Вот. Награждение победителей серии А. Нам нужен импульс, мировое противостояние. А, вот. Стали известны участники соревнований мировое противостояние в следующем году. Команда Ювентус, взявшая FIFA в World Cup, скорее всего, из-за этого, встретиться со сборной мира, в которую войдут сильнейшие игроки планеты. Составы команд будут объявлены примерно через месяц. Вот так вот. Интересно. И сейчас у нас игра против Милана. Они идут на второй строчке. Можем сейчас от них немножко оторваться. У них Бенассер, который мой соперник по голевым передачам в чемпионате. И надо сейчас постараться ассисты пораздавать. Надеюсь, получится. Поехали. Итак, Ювентус-Милан. Альянс-Стадиум. Мы, наконец, стали чемпионами. Просто первое место, наконец-то, мы заняли. И Дебала! Дебала забивает с моей голевой. Семь-сторая минута. Супер. Прямо все, как я планировал. Главное, чтобы Бенассер сейчас не отдал голевую. И Милан бы сравнялся. А так вообще шикарно. Подача. И еще и Криштиану Роналду забивает. Если это только без офсадина, я надеюсь. Да. Криштиану Роналду еще забивает. У меня две голевые передачи в матче с Миланом. И в две голевые я теперь обгоняю Бенассера. Шикарно. Просто шикарно. И все, друзья. Со счетом 2-0 заканчивается матч Ювентус-Милан. Я отдал две голевые передачи. Это просто шикарно. Все, как я и планировал. Меньше сейчас забивать. В последнее время в чемпионате. И стараться голевые раздавать. И на Дебалу и на Криштиану я отдал. У меня оценка 7-5. Все супер. Мы обыграли Милан с счетом 2-0. Латсу обыграли Беневенто с счетом 4-2. Интер 1-0 обыграл Сосоло. Наполи 4-2 обыграл Аталанту. И сейчас Интер на второй строчке. У нас 15 очков лидерства. Супер. 16-я моя голевая передача за сезон. 54-я в карьере. И мы отыграли 220-й матч. Итак, сейчас у нас первый матч. В полуфинале Лиги Чемпионов этого сезона мы играем против Интера. Первая строчка чемпионата против второй встречается в полуфинале Лиги Чемпионов. Очень интересно будет на все это посмотреть. Мне нужно забивать побольше. Потому что в прошлом сезоне я стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Лиги Чемпионов. В этом сезоне, кстати, Буфон ушел в Интер. Вы это видите? Ну, такое вот предательство опять. Так что надо забивать побольше. Потому что там Бапе в атлетике просто в невероятной форме. Интер-Ювентус. Поехали. Лига Чемпионов. Полуфинал. Интер принимает сегодня Ювентус. Первая игра у нас на выезде. Но, как мы знаем, у нас 1-8, четвертьфинал и вот сейчас полуфинал. Все прошли первые матчи на выезде. И все мы их отлично провели. Минимально обыграли Генг. Благодаря этому мы вышли и с отсчетом 2-0 обыграли ПСЖ. Так что мне просто интересно, как мы сейчас отыграем на выезде. И это 1-0. Кришчано Роналду забивает с подачи углового. Вообще, я так ждал, когда на меня подача пойдет. Но нет, здесь Роналду забивает. Супер. 1-0. Мы выходим вперед на выезде. И они забивают. Интер. Сейчас даже могу вспомнить. Или не смогу. Ну, вроде вообще это первый гол, который пропустили в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Потому что я так сейчас прям не вспомню, кто нам мог забивать в Лиге Чемпионов. Забивает Санчес. Сравнивает счет. Но сейчас нам все равно глубоко фиолетово на этот счет. Потому что мы забили главное на выезде. Сейчас мы можем даже 0-0 сыграть с Интером на нашем стадионе. Мы выйдем в финал. Но для этого все и будет. Сделан еще один матч. Мы все это и увидим с вами. Ответная игра нас будет ждать. И очень она интересна. Ну, а Манчестер на выезде обыграл Атлетика. Посмотрим, как сыграют теперь на Олд Траффорде. Так, у нас прокачалась, кстати, игра с головой. Я так понимаю, все, да? У нас тренировка закончилась. Если я все прям действительно понял. Вы освоили уже 10 навыков. Поэтому не сможете приобрести новый. Тогда мы отсюда вот вычищаем. Здесь очистить. Здесь очистить. Ну и что? Давайте. Скорость, мне кажется, надо. Итак, сейчас у нас выездная игра против Спала. Нам уже не сильно важно, на какой строчке находится соперник в чемпионате. Потому что мы уже точно стали чемпионами. Поэтому просто будем доигрывать. Посмотрим, по крайней мере, только на голкипера. 68-й. Будем стараться. Поехали. Итак, Спал против Ювентуса. Выездная наша игра. Совсем скоро уже закончится чемпионат Италии. И мы пропускаем. 69-я минута. Спал забивает. И все. Мы уходим от этого матча с поражением. После этого матча с поражением. Давно мы не проигрывали. А может даже это вообще нет. Мы вроде как проигрывали в чемпионате. Ну вот, как я и сказал. Немножечко здесь подрасслабились уже в чемпионате. У нее в 7-5 у нее оценка. У меня 6,5. Вот. Ну, сейчас мы узнаем. Милан сыграл в ничью с Калери. А Лацо обыграли Эмпали. Рома минимально там победил. И Интер победил. Наполи тоже победили. Ну, нет. Я говорю, да. У нас уже было 2 поражения. Поэтому вот такие вот дела. 12 очков у нас все равно лидерство. И, ну, к сожалению, да. Вот потеря очков. Какая-никакая. 222-й матч мы с вами отыграли за карьеру. Так, нам приходит сообщение. Мы сегодня в старте. И у нас ответная игра против Интера. Это очень будет важная игра. Посмотрим на голкипера. А у нас Критсюк. Замечательно. В самом важном матче сезона нам ставят Критсюка на ворота. Роналду с капитанской повязкой. Дебава также на поле. Поехали. Итак, Allianz Stadium. Ювентус против Интера. Полуфинал Лиги Чемпионов. И это последний матч. Ответная игра. На стадионе Сан-Сиру Джузеппе Миаца закончился матч со счетом 1-1. Для нас это плюс. Потому что мы забили на выезде. Но посмотрим, как мы отыграем свой домашний матч. Рабьо и Дебава. Дебава 1-0. Отлично. Мы выходим вперед. Гол этот не сильно что-то решает. Мы бы в любом случае при счете 0-0 выходили дальше. Но это так. На всякий случай, если вдруг Интер сравнял бы счет. Ну, по крайней мере, бы забил. То нам обязательно надо было забивать еще. Поэтому забьем сейчас. Постараемся еще один. Чтобы прям полная была уверенность. При том факте, что если Интер забьет сейчас один мяч. Нам для уверенности нужно будет забивать еще один. Иначе будет дополнительное время. И я забиваю. Я снова забиваю на Альянс Стадион в Лиге Чемпионов головой. Отлично. Пассажир я забил в прошлом домашнем матче. И забиваю Интер. Отлично. Со счетом получается 3-1. Мы проходим финал. На последних минутах я забиваю с углового. Не зря мы голову прокачали с вами. Классно здесь мы выпрыгнули. И забиваем. Поздравляю вас, друзья. Мы стали... Получили второй год подряд путевку в финал Лиги Чемпионов. И постараемся, естественно, завоевать этот трофей. Стать двукратным обладателем. Причем подряд. Последней командой, которая подряд 2 Лиги Чемпионов брала, это был Мадридский Реал. Он 3, правда, сезона подряд брал. Но не суть. Ну и сейчас концовку проводят здесь в атаке Интер. Но все. Уходит мяч. И на 92-й аж дополнительной минуте я забил за Ювента сейчас. И мы проходим финал. 8 ударов, 4 в створ. Дебау лучший игрок в матче. У него 7,5 оценка. На меня голевую отдал. Тоже Дебау. Но он гол плюс пас получается. И в финале мы сыграем против Манчестера Юнайтеда. Кстати, ну вот Мбаппе вылетает. А против МЮ мы играли на стадии 1-4 в прошлом сезоне в Лиге Чемпионов. И тогда мы 3-0 вынесли МЮ даже на Ултрафорд. 38-й гол в сезоне. 89-й в карьере. Шикарно. Итак, сейчас у нас игра против Самбдори. Они идут на-на-на ниже 10-й строчки. Поэтому не сильно это важно. Голкипер у них Дуппе. 71-го рейтинга. Но мы посмотрим, что получится против него сделать. У нас Кабалера на воротах. Так, формы. Сейчас бы пошли с такими формами, конечно, играть. Посмотрим. Вот эти посимпатичнее будут. Поехали. Итак, матч Ювентус против Самбдори. Ничего для нас уже точно лично не решает. Я даже что-то не заходил и не посмотрел на изменения голов и голевых. Вдруг там меня кто-нибудь уже догнал, либо обогнал. И все. Мы уходим с этого матча. При ничельном результате 0-0. Не получается нам не забить последние два матча в чемпионате. Не отдать голевую. Ну, хотя по матчу вроде наша доминация была. Я еще и лучшим игроком стал. 7-0 у меня оценка. Милан обыграл Лацию. Что еще здесь? Здесь ничего вроде такого интересного. Интер обыграл Аталанту. Рома проиграл Абалони. Наполи проиграли Феррентине. И у нас лидерство в 10 очков над второй строчкой. Было 15, сейчас уже в 10. Ну что же, сейчас у нас финальная игра. Матч против Интера в чемпионате. Ну, тут уже и Интер как бы безоговорочно займут вторую строчку. Они серебряные призеры Милану сейчас лишь бы не проиграли. Потому что их может быть там Рома как-нибудь обгонит. Рома уже точно на ниже четвертой не опустится. Поэтому нам уже ничего здесь не будет решаться. Ну, финал, так сказать, сезона в чемпионате Италии. Кто знает, может быть это вообще последний матч наш в чемпионате Италии. Ювентус против Интера. У них Ханданы еще у нас исчезли. Поехали. Альянс Стадиум. Ювентус против Интера. Эту пару мы уже видели с вами. И этот матч, и эту вывеску в полуфинале Лиги Чемпионов. Мы сыграли в ничью на стадионе Сан Сиро. 1-1 в Лиге Чемпионов. И со счетом 2-0. Если я сейчас ничего не буду. Да, 2-0. Мы обыграли на Альянс Стадиум. Буквально там несколько дней тому назад. Понятно. Так, Криштиану я подберу. И Криштиану забивает. Отлично, отлично. Мне кажется, лучше было сейчас Голливу именно отдать, нежели чем самому забивать. Потому что там по голам у меня вроде все нормально было, я смотрел. Но вот именно Голливу, там маленькая была фора. Поэтому надеюсь, мы сейчас станем после этой игры лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом. Да и вообще должны стать лучшим игроком получается турнира. И все. Минимальная победа Ювентуса над Интером. Мы заканчиваем сезон. Даже руку Лукаку, Боррели. Вот так вот Боррели же зовут. Эриксону пожали. Все. Заканчиваем на этом мы с вами сезон в чемпионате Италии. Два года мы здесь с вами отыграли. Скорее всего, я буду уходить. А в шестом сезоне мы начнем в другом каком-нибудь чемпионате. Ну и сейчас с вами также мы посмотрим на то, сколько голов я забил за этот сезон. Сколько голевых отдал. Там сборная сезона. Личные там также индивидуальные награды. А у нас один удар, один в створ и это гол. Замечательно. И Роналду 7.5 у него оценка. Вот так вот заканчивается сезон. Для нас это уже пятый. Это получается сезон 24-25, если я ничего не путаю. Вот. Интер занимает вторую троечку. Третью Милан. Мы здесь, ну вот троица вот это вот поменялись просто местами. Вылетает Сосуоло, Самбудори и Эмполь. Вот такие вот дела. Ну а я так понимаю, я же отдал правильно голевую передачу. Значит, для меня это 17-я голевая передача за сезон. И 55-я в карьере. Итак, сборная сезона. Здесь у нас два уже игрока целых. Мы вместе с Крещеном Роналду из Ювентуса. Дальше идет у нас Милинкович Савич, единственный игрок из Лацио. Пашалич, единственный игрок из Аталанты. Фабиан, единственный игрок из Наполь. И пошли здесь Тео Эрнандес, Бен Асер, Калабрио, Романьоли. Четыре игрока из Милана. Один игрок Миленкович из Фиорентины и Самир Хонданович из Интера. Лучше как бы так голкипер получается чемпионата Италии этого сезона. Так, почитаем новости. Да, мы сегодня как бы в старте. Сейчас у нас игра против Манчестера. Это финал Лиги Чемпионов. Давайте посмотрим, да, в базу данных заходим и смотрим чемпионат Италии. Так, рейтинг голов. Я стал лучшим бомбардиром. У меня 24 забитых мяча за сезон в чемпионате Италии. Дальше, рейтинг голевых передач. Я стал на первой строчке. Все равно меня не догнал Бен Асер, но был близок. Так что я лучший бомбардир и лучший ассистент этого сезона. Спасибо всем большое. Так, ну и теперь индивидуальные титулы. Смотрите. Игрок сезона я, золотая бутса и лидер голевых передач тоже. Я просто сделал все. Я взял такой хэт-трик, своенравный в чемпионате. Ну и первый, естественно, тренер года в чемпионате Италии. Замечательно. Так, кубок Италии я не буду смотреть, но здесь выиграл Милан. Все. Мы вылетели вон от Каримонессы в первом же туре, поэтому не сильно там интересно. Вот. Так что в суперкубке будем играть мы и Милан, получается. Итак, мы, кстати, снова играем на Велтинс-арене. Это стадион Шальки. Мы здесь играли в матче за суперкубок, если я не ошибаюсь. Уэфа против Баварии. Но это тоже будет интересно посмотреть. Сейчас Ювентус против Манчестера Юнайтеда. Посмотрим на составы. ДХ на воротах. Ван Дебек, Черки, Пагба. Ну вот Манчестер нам, кстати, предлагал, да, переходить к ним. И если бы Ювентус не предложил, я бы пошел именно в Милан. Вот. Ну а сейчас Ювентус против Манчестера Юнайтеда. Финал Лиги Чемпионов. Поехали. Финал Лиги Чемпионов, друзья. Ювентус против Манчестера Юнайтеда. Стадион Шальки. Уэлтинс-арена. Год назад мы встречались против Манчестера на стадии четвертьфинала Лиги Чемпионов. Тогда мы 3-0 их обыграли на Олд Траффорде. И вроде как 3-0 мы их тоже разгромили, либо 2-0 у себя дома. Поэтому по прошлому году Мью это очень легкий соперник, который нам попадался. Но посмотрим, все-таки дошли же они до финала. Они даже выбили Атлетика Мадрид в полуфинале, где играет сам Кельян Бапе. Также очень интересно посмотреть, как мы отыграем финал. Второй финал Лиги Чемпионов подряд для нас. Очень ответственный момент. И я забиваю в финале Лиги Чемпионов снова, друзья. Второй год подряд я забиваю. В прошлом году я забил, так сказать, последний Спартаку. Мы 2-0 вроде, или сколько их там победили? 2-0, если я не ошибаюсь. То здесь мы начинаем это. Посмотрите, Коста вот здесь замечательно отдал на меня голевую. И я просто смотрю, что там ДХС зевался и решил пробить. Шикарный дальний удар. Замечательно. Коста, автор голевой передачи. Пушкой вложился. И это 1-0. И все, друзья. Мы двукратные обладатели Лиги Чемпионов. Два года подряд Ювентус выигрывает Еврокубок. Это просто невероятно. Спасибо огромное всем тем, кто поддерживал. Писал в комментариях удачи в Лиге Чемпионов. Буду за тебя болеть. Всем огромное спасибо. Ну и сейчас посмотрим, как в этом году у нас все сложилось. В том году я стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в Лиге Чемпионов. В этом году там Бапе конкурировал по голам. И почему-то Роналду качает. Хотя я там практически лучший игрок сезона в Лиге Чемпионов. Ну и Роналду поднимает Лигу Чемпионов. Трофей, кубок. Замечательно. Два трофея мы выиграли, таких важных в этом сезоне. За Ювентус, чемпионат Италии и Лигу Чемпионов. Шикарно. Жаль, что капитанскую повязку не дали мне на финал. Но все равно все очень даже замечательно. Обыграли Спартак, обыграли МЮ. И в каждом финале мы забили гол. Это пока что меня радует. Оценка у меня 7,5. Снова я лучший игрок в Лиге Чемпионов. Забил я 39-й гол за сезон. Я теперь мистер лучезарный. И 90-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас, ну это сборная уже. Но это тоже сейчас мы будем, естественно, отыгрывать. Все-таки это квалификация к чемпионату мира. Давайте посмотрим. Лига Чемпионов. Рейтинг голов. Нет, я не догнал. Естественно, МБП у него 12. У меня 10 голов. За этот сезон голевых передач. У меня одна там, наверное, если я все правильно понимаю. Да, у меня одна голевая передача. Лучшим стал ассистентом партии. Так что вот такие дела. Ну а в Лиге Европы у нас чемпионов стал Челси. У нас будет матч за суперкубок Ювентус против Челси. Вот такие вот интересные у нас дела. Ну что ж, сейчас у нас матчи со сборной. Получается здесь сколько у нас? Ну, 4 матча еще осталось. Россия, Украина, Россия, Германия, Финляндия, Россия. И вот он, последний матч World Selection. Отыграем тогда их и закончим на этом. Россия, Украина. Вот этот вот матч многие, наверное, ждут на самом деле. Но 5-84 рейтинга, поэтому будем тоже пробовать забивать издалека. Поехали. Итак, Россия, Украина. Болельщики на самом деле заряжены сегодня. Осталось нам, получается, 3 матча в квалификации. Это ответные игры против Германии и Финляндии. И двойное противостояние против сборной Украины. Мы являемся сейчас обладателями Лиги Чемпионов, двукратными. В России вроде такого даже футболиста и нет. Которые два, такого, двукратно обладатель Лиги Чемпионов. И забиваю левой ногой. Отлично. 1-0. Три шестая минута. Это был и мой первый гол на квалификации к Чемпионату мира. Потому что против немцев я дал голевую началово. С Финляндия мы сыграли в ничью 0-0. А вот в Украине с левой ногой я забиваю. Отлично. Отлично. Здесь хорошо и отдали, так передачу и обратно. Ну и за штрафной Пиатов пропускает. Финальный сесток. Минимальная победа сборной России над сборной Украиной в квалификации к Чемпионату мира. И мой единственный гол все и решил. У меня 7-5 оценка за матч. Финляндия сыграла в ничью, кстати, с Германией. Поэтому это опять потеря очков там для немцев. И в 3 очка мы лидируем. Это мой уже 11-й был гол за сборную России. Так, приходит нам сообщение. Мы сегодня, естественно, в старте. Игра у нас против сборной Германии. Посмотрим. Даже Лунева выпустили в этом матче. У них Лена, 83-й. Но будет тяжело, но будем стараться. Главное не проиграть. Это очень важно. Итак, сборная Германии против сборной России. Ответная игра. Квалификация к Чемпионату мира в зоне Европы. Пока что неплохо мы идем. После 4-х туров у нас 7 очков в активе. Спокойно. Нет, все-таки мы пропускаем. Первый гол, кстати, который мы пропустили. Забивает нам его Лерой Сане. Он просто тоже момент из ничего создали. Надо было выносить. Нет, они стоят и просто смотрят. И все. Минимальное поражение от сборной Германии. Со счетом 1-0. Сане нас по факту уделал. Уделал. Ну и ответная игра чисто за сборной Германии. 6-5 у меня оценка. Украина обыграла Финляндию 4-1. Но мы все равно на первой строчке. Поэтому неплохо мы продержались с немцами. Теперь надо, правда, обыграть Финляндию и Украину. И все. Тогда будет все замечательно. Я надеюсь, что там потеряют когда-нибудь очки еще немцы. И мы на законном первом месте закончим. Последние два матча у нас остались. Один со сборной, другой с Ювентусом. Играем мы сейчас против сборной Финляндии. С ними мы не уверенно отыграли со счетом 0-0. Единственная ничья наша. Надо все-таки забивать. Теперь поехали. Финляндия против сборной России. Мы выходим сейчас с капитанской повязкой. Это вообще круто. То есть не Миранчук, а именно я вывожу в сборную России. Это вообще приятно. И меня заменили. Вообще замечательно. На 81-й минуте. Скорее всего там Чалов вместо меня вышел. Нет, Чалов вышел вместо Бакаева. Вместо меня Миранчук, наверное. Игнатьев, конечно же. И все. Празднует Чалов. Значит, мы, скорее всего, точно прошли квалификацию. Ну, это замечательно. Поздравляю всех. Мы будем выступать на чемпионате мира 2026 года. Оценка у меня 6-0 за этот матч. Немцы обыграли Украину. Ну, и теперь они, да, на первой строчке. Это не суть была важна. Мы точно выходим со второй, как минимум. Вот. Ну, и на этом все. Сейчас у нас остался последний матч. Впервые такое вижу, что команда, которая выиграла клубный чемпионат мира, сейчас будет играть против сборной мира. Сейчас тоже интересно зайти посмотреть. И не факт, что я его играть вообще буду. Так, сообщение. Мировое противостояние. Да. Так, что-то, что? Про состав-то известно. Это всем составом состав. Несомненно. Попопом. Так, а где это можно посмотреть? Состав сборной мира. Давайте далее переведем. Так, нам приходит сообщение. Мы сегодня... А, это вообще еще про International Cup. Я думал, уже точно играем. Все. Соревнования. Мировое противостояние. Мы сегодня в старте. И давайте я просто, ну, гляну. Гляну, ну... План игры. Алисон, Альфонсо Дэвис, Ля Порте, Ван Дайк, Хакими, Эггерштайн, Одегард, Заньола, Месси, Стерлинг, Мбаппе. Ну, это прям реально топовые все. Самые лучшие. Я не знаю, но... Давайте я сыграю, потому что вам, мне кажется, в любом случае это было бы интересно. Поехали. Итак, мы на Альянс Стадиум. Последний матч вообще в сезоне. Ювентус против World Selection. Играем против самых топовых игроков мира. Ну, и это штрафное. Сейчас там, естественно, Месси пробивать будет и забьет. Сто процентный момент у них. Удар. И это гол. Ну, кто сомневался бы. Кто это там? Ну, это Месси. Не, ну, это Месси. Это прям по факту. Это Месси. Мы проигрываем. Для меня это первый опыт в таком матче поучаствовать против всех звезд. Ну, естественно, забил Леонель Месси. Вот. Пообнимались с ним. За арку. Поздоровывались, можно так сказать. Спасибо за игру. Сказали. Один удар, один в створ у них. Это, естественно, со штрафного. Поэтому взлетело. Так что с этого гореть уже вообще. Нужно прекращать в проэволюшене. Поэтому мы завершаем сегодня сезон. 57 матчей мы отыграли. 7,1 средняя оценка. 39 забитых мячей. 17 голевых передач. Вот такие вот у меня статы. Я думаю, на самом деле, раз мы теперь все 10 навыков прокачать, может мне стоит вкладываться в новые позиции. Напишите тоже об этом в комментариях. Мне очень будет интересно. Последний день сезона у меня. И сейчас бы я бы посмотрел. База данных соревнований. И поехали. Англия у нас. Таблица. Манчестер-Сити, Ливерпуль, Юнайтед, Треппы. Вот такие вот дела. Идем дальше. Франция. Чемпионат выиграл здесь пассажир в 10 очков. Лидерство неплохо. Ну, в Италии мы что-то, что-то посмотрел. Так, чемпионат России. Вот это вот интересно. ЦСКА, Спартак, Зенит. Локомотив на 11, Хинки на 12. Ну, как ушел из них, так все они там еще развалились, походу. Испания. Реал, Барселона. Ну, здесь, кстати, Барса не как в том сезоне. Здесь они неплохо. Вот в одну очку всего лишь отстают до Реала. Так, Бундеслига теперь. Бавария здесь в 11 очков. Неплохо. Ну, и все. Здесь ничего такого интересного. Так что мы на этом закончим, скорее всего. Давайте я перейду, пожалуй, в следующий сезон. В следующем уже выпуске. Начнем с этого. На этом мы и закончим. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Обязательно напишите в комментариях, в какой вы хотите, чтобы я клуб перешел. Это последнее будет ваше решение. Потому что в следующий ролик я уже буду записывать. И у вас есть последний шанс написать ваше мнение в комментариях. Буду ко всем прислушиваться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые выходят по выходным. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok